Добрый день! В предыдущем видеоролике мы с вами рассмотрели период от набухания и прорастания семян до фазы всхода в разрезе агрономии в цифрах. А сейчас пришло время для следующей фазы, в которой, как правило, и происходит перезимовка озимой пшеницы на юге России – фазы кущения. Окущение озимой пшеницы, как правило, начинается после того, как у растений появляется четвертый лист. Продолжительность осеннего окущения может достигать 30-40 дней. В этот период происходит закладка и образование побегов, а также активный рост корневой системы, которая к концу данной фазы может достигать 80-100 см в длину, распространяясь в стороны на 30-40 см. Не стоит забывать, что первичная корневая система играет основную роль в формировании урожая. Уходя вглубь почвы, она снабжает растения водой и питательными веществами. Именно поэтому на ее долю приходится 60-70% урожая. Вторичная корневая система же играет большую роль уже во второй половине вегетации культуры, однако очень важно ее состояние весной для эффективного усвоения азотных подкормок. Поэтому нам так важно уже с осенью получить растения с максимально развитой и здоровой корневой системой. Важно, что поглощение неподвижных элементов питания, таких как фосфор, возможно при содержании не менее 5 см корней в 1 см кубическом почве, а для поглощения воды и азота требуется лишь около сантиметра. Усиленное осеннее кущение наблюдается при содержании влаги не менее 30 мм в пахотном слое почвы, а также температурах 13-18 градусов Цельсия. В осенний период для нас очень важно получить максимально здоровые и крепкие растения. Лучшая фаза для перезимовки это 2-3 побега кущения, имеющие каждый по 2 корешка вторичной корневой системы. Еще одним важным показателем для перезимовки является содержание сахаров в узле кущения. Основные факторы, снижающие потенциал урожайности в период осеннего кущения, это влага. Ее дефицит способен снизить урожайность на 20-40%, а избыток на 5, а также температуры. 25 градусов Цельсия и выше способны привести к снижению урожайности на 10-15%, а минус 11 градусов Цельсия в течение двух часов способны снизить урожайность на 7-10%. Уже в период зимнего покоя минус 16-18 градусов Цельсия на глубине залегания узла кущения приводят к вымерзанию посевов. В случае недостаточного кущения в этот период, его можно стимулировать применением регуляторов роста. Таким образом мы повлияем на развитие корневой системы, увеличим коэффициент кущения, а также поспособствуем повышению содержания сахаров в растении. Также важно следить за тем, чтобы растения пшеницы не угнетали сорняки. Так, например, в условиях этого года на многих полях потребовалась гербицидная обработка уже с осени. И конечно же важно следить за развитием заболеваний, которые в отдельных случаях могут приводить к сильному ослаблению растений уже в осенний период. В следующем видеоролике мы с вами рассмотрим период от возобновления весенней вегетации до весеннего окущения. Пусть перезимовка ваших озимых пройдет успешно. До скорых встреч!